Вопрос безопасности пассажирских перевозок обсуждался и на рабочем совещании в администрации области, которое провел Николай Лямов. В ходе разговора замминистра транспорта ознакомил представителей органов местной власти, крупных автопредприятий и славых ведомств с новыми требованиями по реализации федерального закона о транспортной безопасности, а также недавно принятой комплексной программы обеспечения безопасности пассажиров. С подробностями Станислав Лопатин. Для реализации принятой в конце июля комплексной программы безопасности населения на транспорте российское правительство собирается выделить более 46,5 миллиардов рублей. В первую очередь деньги пойдут на оснащение специальным техническим оборудованием наиболее важных объектов, таких как аэропорты, речные вокзалы, а также метрополитен. В случае Волгограда это метротрам. Это оборудование станцией новыми взрывозащитными контейнерами, рамками металлообнаружения и обнаружения других видов взрывчатки, оборудование средств радиационного контроля, установление камер видеонаблюдения несколько иного поколения. По условиям программы 70% средств на обеспечение транспортной безопасности выделяет Федерация, 30% – финансовые обязательства местных властей. Сумма по каждому объекту будет определяться после присвоения ему категории защищенности и оценки уязвимости. Причем, по словам замминистра, вполне возможно, что во многих случаях не потребуются большие затраты, как, например, и Волгоградского автовокзала, где в основном лишь нужно ограничить допуск легковых автомобилей. Для этого ведь и не надо затраты какие-то определенные. Просто установка знака и запрет вместе с ГИБДД туда нахождение там вот этого легкового транспорта, который занимается частным извозом, и непонятно, кто кого и как возит. Почему нельзя там поставить шлагбаум, почему не подписать соглашение на эту территорию с муниципальным образованием или с администрацией города, решить этот вопрос раз и навсегда. А в плане обеспечения безопасности дальних пассажирских перевозок муниципальным властям и автопредприятиям придется потрудиться. С 2011 года автобусы должны быть снабжены контрольной аппаратурой, аналогом черного ящика на самолете. Также потребуется введение системы продажи электронных билетов с персональными данными пассажиров. Ведь в соответствии с новой нормативно-правовой базой эта информация будет стекаться в единый центр, который сейчас создается в Москве. Станислав Лопатин, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».